Прошли те времена, когда о моде больших размерах говорили как о нишевом сегменте. Сегодня это самостоятельное направление, в котором работают дизайнеры, стилисты, ритейлеры и, конечно же, модели. Фигуры разные женщины. Мы стараемся брать универсальные размеры, подходящие, допустим, на два-три размера. Это сделано для того, чтобы наши модели не повторялись, чтобы каждая женщина была индивидуальна, в своем образе. Размер плюс – это коррекция фигуры. И объемные рукава, пожалуйста, это в тренде, это модно, это актуально, это стильно. Твит, пожалуйста, он сейчас заходит. Кожаная одежда, тильдоконструктивизм – это разного цвета, принты либо разные ткани совмещены. Мировой тренд, который позволяет нам быть разными, давно и с успехом прижился в Челябинске. Это презентация салона одежды «Леди Мармелад», куда приглашены участницы одноименного конкурса «Плюс сайз красоты». Самое главное – это понимать, что мы должны подчеркнуть, а что скрыть. Соответственно, где нам надо скрыть, мы оттуда убираем акценты на то место, которое мы можем показать. Постаралась подобрать сегодня образы разных стилей. То есть, был стиль casual, был романтический стиль, был стиль спортшик. Джинсы люблю носить, многослойность, мне очень нравится. Кроссовки – удобная обувь для активного образа жизни. То есть, ходить куда-то, то есть, долгое время можно в этом стильном наряде пребывать. Если честно, я бы себе такую блузку, наверное, не выбрала, когда увидела на вешалке. Когда увидела на себе, показалось, что это прикольно. То есть, стилист видит, что можно подобрать человек. Возможно, я бы обошла стороной тренч, но померила и тоже просто очень дешел. Он соответствует моему характеру. Это достаточно комфортный образ для меня, потому что он подходит и для прогулок, то есть, для повседневных каких-то дел. То есть, в таком образе можно забежать как и на работу, так и вечером прогуляться, где-то дойти до кафе. Еще совсем недавно для девушек с мягкой талией шоппинг был самой настоящей драмой. Большого труда стоило найти просто подходящий размер. О цвете и стиле речи уже не шло. Сегодня, к счастью, выбор есть, а это значит, что приняв и полюбив себя, можно украшать свою роскошную фигуру по-разному. Мне близок к повседневной жизни все-таки что-то спортивно и скажу, что у меня есть ребенок. То есть, это бегом туда, бегом сюда. И очень мне нравится классика. Если, допустим, пойти куда-то на вечер, я обожаю платье в пол, туфельки, укладочка. Мой стиль в повседневной жизни чаще всего более спортивный, но при этом с элементами классики, потому что работа обязывает. Я предпочтительно ношу все-таки более такой спортивный стиль, кэжуал, городской. Но иногда хочется с обмисицкой девочкой в легком платье. В принципе, очень долго хожу по магазинам, но все от настроения. Бывает нравится, бывает не очень. В масс-маркетах очень большая у нас проблема, это именно большой размер. То есть, за 50, за XL все, ничего нормального не проберешь. Безусловно, есть трудности, но так как я уже давно ношу размер плюс сайс, поэтому я знаю, куда мне идти и когда мне идти. Если срочно какое-то внезапное событие случилось и нужно подобрать новое платье, то нужно ехать точно в Леди Мармелад, потому что здесь можно подобрать любых размеров, там, от 48-го, 50-го и дальше тех размеров, ну то есть можно найти тот размер, которого нет в каких-то других даже торговых центрах крупных. Большой выбор разных абсолютно стилей, спортшек есть, есть какие-то такие коктейльные вечерние платья, есть на повседневку, джинсы больших размеров, ну и в принципе все вещи размеры. Сейчас и купальники тоже появились, вот так что готовимся к весне к лету. Нам больше всего хочется, чтобы женщины любого размера чувствовали себя невесомой, модной, классной, современной, чтобы они ни в чем не отличались от девушек худого телосложения обычной комплекции. Я себя чувствую в этом реально роскошно, мне нравится. Я на себя совсем другими глазами посмотрела, особенно после финального нашего выступления, когда все вместе вышли на сцену, я потом смотрела фотографии, смотрела видео, думала, боже мой, какая я могу быть красивая в платье. Мы же должны показать, где у нас тело заканчивается. В балахонах не видно и зрительном окажемся еще больше. Когда мы надеваем правильную одежду, под одеждой должен быть воздух обязательно, не ветер, воздух. И соответственно мы показываем границы нашего тела и зрительно как будто бы немножечко поуже. Кстати, путь от просто покупательницы до профессиональной фотомодели и участницы конкурса красоты не такой уж и длинный, как это может показаться. Кастинг второго сезона проекта «Леди Мармелад» продолжается, а это значит, что любимые стили можно не только носить в жизни, но и представлять на подиуме.